Инфляция в Чувашии составила 5%. Это данные сентября нынешнего года к декабрю прошлого. Для сравнения, в среднем по России данный показатель равен 4,7%. Особенно сильно вздулись цены на услуги, и значительные всех на юридические, транспортные и медицинские. В начале недели тема обсуждалась в еженедельном совещании правительства. Глава региона поручил проанализировать причину дорожания медицинских и юридических услуг, уточнить, насколько повлиял этот рост на уровень жизни людей. Первыми отчитались в Минздраве за рост платных услуг. По данным министерства, доли их в общем объеме совсем невелика. А на днях общественность успокоили в Минюсте. Там озадачились данными, представленными статистиками, но более всего тем, как проводили исследования. Мы видели достаточно высокий рост в Чувашской республике на платные услуги правого характера. И существует методология Росстата, которая им определена. А и они определяют эту методологию по наиболее востребным услугам, в том числе правого характера. Чувашстат у нас просто брал одно направление услуги по нотариусам. Он брал завещание. То есть вот одну услугу завещания. Но именно она подорожала в сентябре с 1 тысячи до 1200 рублей, что и дало скачок на 20 процентов и повлияло на общую картину. С этого года статистики стали учитывать уже три услуги. К удостоверению завещания добавились устная консультация юриста по семейным вопросам и подготовка иска о расторжении брака. Эти услуги раньше просто не мониторили. Была другая методология. То есть чем руководствовался Росстат, он наш, не Росстат, а наш Чувашстат, он в принципе не может сказать. Оказалось, за основу взяли расценки, рекомендуемые адвокатской палатой. Они фактически сложившиеся на рынке, на деле почти не применяемые, поскольку стоимость и той, и другой услуг определяется по соглашению сторон. Опять же, они не настолько востребованы. Гораздо популярнее консультации и подготовка исков по жилищным вопросам, считают в Минюсте. Ситуация, она практически, можно сказать, не такая, которую у нас картинку мы увидели. Мы будем работать в точности с методологией Росстата Российской Федерации, где прямо предусмотрено, что учитываются наиболее востребованные услуги, что они учитываются по предложениям территориальных органов Росстата, которые они должны в свою очередь согласовать с ведомствами, которые эти услуги оказывают. Так случилось, что одновременно с разбирательством по причинам набухания цен на юру услуги глава региона подписал закон, которым вносится изменение в ранее действовавшей о бесплатной юридической помощи. Раньше такой поддержкой могли воспользоваться малоимущие, инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои России, СССР и социалистического труда, страдающие психическими расстройствами, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родители. С 1 ноября к этому списку добавятся новые категории граждан. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Кто еще получит право на бесплатную юридическую помощь? Какие услуги подразумеваются в этом пакете? Подробный комментарий в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова